Брест Субтитры создавал DimaTorzok Архитекторов разных поколений волосюков Креативные задумки по развитию перспективных площадок областного центра от студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета В Бресте прошел финальный этап международного конкурса проектов Archidication International Student Contest 2020 Об этом и не только прямо сейчас подробно Приход второй волны коронавируса в Беларусь не был таким неожиданным, как первый Однако это время проходит действительно непросто Медики констатируют, вирус люди стали переносить сложнее Поэтому нередко можно услышать истории о том, как тяжело некоторые выходили из состояния болезни В экономических же процессах сказался первый опыт По необходимости многие предприятия переориентировали свои производства И теперь в ассортиментном перечне, кроме непосредственно основной продукции Маски, повязки, одноразовые халаты и костюмы К одному из таких производств можно отнести брестскую швейную фирму Panda На текущей неделе предприятие посетил сенатор, главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий Который буквально накануне также провел прямую телефонную линию с жителями региона Все подробности далее Предприятие Panda известно в Беларуси как один из самых популярных производителей женской и детской одежды на рынке Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья Их модели отличаются особой элегантностью благодаря грамотно разработанным лекалам, соответствующим типажу славянских женщин Летом производство было сконцентрировано непосредственно на основном сегменте товаров Сегодня же все дифференцировано Параллельно с пошивом женской одежды бригады отшивают медицинские костюмы и маски Только последних за смену одна бригада выпускает более 500 штук Появилась потребность на производство средств индивидуальной защиты Мы прошиваем защитные маски, защитные халаты, комбинезоны А также параллельно немножко подтягиваем свою продукцию В обычное время наше предприятие производит женскую одежду, детскую одежду, школьную одежду Это все платье на костюмного ассортимента Это брюки, юбки, блузки, костюмы, платья Свой визит именно на предприятие «Панда» Александр Карпицкий планировал по двум причинам С одной стороны, чтобы поблагодарить людей, которые активно трудятся в этот непростой период на благо других С другой, чтобы поддержать и рассказать о ситуации, которая складывается в регионе Беседа получилась активной В основном в адрес сенатора прозвучало немало вопросов, затрагивающих тему коронавируса К сожалению, когда вокруг болеет так много людей, рейтинг вопроса очевиден Люди настроены очень позитивно, что тоже меня, честно говоря, очень радует Что касается вопросов, которые задавали работники предприятия Ну, как и ожидалось, основные вопросы, это вопросы касаются общей ситуации по коронавирусной инфекции Частные какие-то вопросы по коронавирусной инфекции Вот, поэтому я дал ответ на их вопросы Кроме того, Александр Сергеевич рассказал об итогах совещания, которое прошло в областном центре С участием ответственного за Брестскую и Гродненскую область по вопросам коронавируса Владимира Караника и начальника главного управления по здравоохранению региона Виктора Михаловского Если будет все, значит, идти так, как идет сегодня Мы на следующей неделе должны выйти на плата Поэтому мы, что называется, этому очень рады И будем надеяться, что это все сбудется Ну, а далее, если ориентироваться на ту ситуацию, которая была весной То плата должна продлиться 4-5 недель И мы должны плавно выйти, пойти вниз Я хочу призвать народ к тому, чтобы продолжали соблюдать меры профилактического воздействия То есть ношение масок, дистанцирование, обработка рук, проветривание помещений Потому что это дает свои плоды Эта же тема стала центральной в рамках прямой телефонной линии сенатора с жителями региона Два часа общения в этот раз прошли не так насыщенно Однако вопросы, заданные в процессе общения, были актуальны Люди беспокоены темпами распространения коронавирусной инфекции А также тем, как сегодня ведется госпитализация больных, которым нужны плановые оперативные вмешательства В сегодняшний день я вообще оказался индивидом Потому что все 100% вопросов, которые задавались, они касались здравоохранения И в основном они касались текущей ситуации по коронавирусной инфекции Наши жители спрашивали о том, как себя вести при первых симптомах коронавирусной инфекции Куда идти, кому звонить Меры профилактики всех, конечно, интересуют Было несколько звонков, которые связаны были с госпитализацией родственников Пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии Которые, ну, скажем так, не знают родственники, куда их госпитализировать для лечения и обследования Как правило, вопросы медицинского профиля составляют порядка 30-40% от общего количества озвученных тем Все же основной профиль деятельности Александра Карпицкого – медицина Нередко люди просят помощи, консультации по юридическим аспектам, нюансам урегулирования трудовых отношений, занятости и многим другим И что важно отметить, в последнее время это не жалобы, это просьбы рассказать и объяснить В основном вопросы, которые задают граждане, касаются решения личных вопросов Личных каких-то проблем и личных вопросов Ну, я бы только единственное отметил, что, ну, с моей точки зрения, более доброжелательно стали, значит, задаваться эти вопросы Более внимательно слушаться ответы Ну и такое общение не на повышенных тонах, а на умеренном, нормальном тоне, в общем, как должны общаться люди Впрочем, 2020-й в должности сенатора для Александра Карпицкого прошел результативно Благодаря таким открытым диалогам ему удалось реально помочь достаточно большому количеству граждан Практика проведения прямых телефонных линий будет продолжена Преодоление времени и преодоление пространства – это память Память – основа нравственности, основа культуры Историческая память – источник эмоциональных и психологических переживаний человека Она вызывает чувство благоговения и радости, сострадания и величия Именно эти эмоции испытывают люди, находясь вблизи Бернардинского монастыря, развалины которого находятся на Волынском укреплении Брестской крепости Это единственный каменный свидетель 17 века на территории тысячелетнего Бреста Его уникальность в том, что на площадях величественной постройки располагались женский и мужской монастыри Сегодня сохранились лишь фрагменты строений Вопрос о реставрации архитектурного ансамбля католического ордена поднимался давно Правда, варианты его сохранения ищут до сих пор Лед тронулся, когда в июле нынешнего года Министерство культуры поддержало предложение Брестского госполкома О необходимости проведения детального обследования технического состояния историко-культурной ценности Спасти нельзя сохранить, где необходимо поставить запятую, разбиралась Ирина Кузьмич В постоянной действующей экспозиции Музея истории города Бреста Среди немалого количества экспонатов, которые рассказывают о судьбе областного центра Находится макет Бернардинского монастыря Правильнее сказать, его реконструкция Созданию этого комплекса предшествовала серьезная научная и коллективная работа Одним из разработчиков Бернардинского монастыря в формате макета является Николай Власюк Работа шла около года, большую часть которой занял сбор информации Были вот тогда малым государственным предприятием Рест реставрация проект Была проделана работа по сбору архивов Работа в архивах Москвы, в историческом архиве, который предоставил чертежи Но это работа была нашего музея, только зарождающегося в истории города Кроме того, натурные исследования, были проведены обмеры Реконструированный архитектурный ансамбль католического ордена Даже в уменьшенном формате выглядит величественно Воссоздать все до мелочей цель, которой стремились при реконструкции Которую удалось достигнуть Фасад храма, как и интерьер, производит впечатление богатства К слову, одной из особенностей Брестского Бернардинского монастыря было его расположение Он единственный в Беларуси, где на одной площади находились мужской и женский монастыри Но, к сожалению, от женского Бернардинского монастыря Частично сохранились только руины От мужского остался лишь фундамент, спрятанный под толстым слоем травяной древесно-растительности Действительную ценность представляют только вот эти руины То, что мы восстановим, этой ценности не будет Важен артефакт То есть вот эти вот руины, это самое дорогое, что есть Мы можем и купола сделать красивые, и накрытие, и штукатурить А что это? Макет натуральной величины Возможно, консервация, как вот в Венецианской харте Это моральный кодекс любого реставратора Она предлагает отказываться от новодела и всего остального Сохранить в этом виде Сделать граммную консервацию было бы научно и правильно изучить и законсервировать Законсервировать то, что сохранилось Вот мнение Николая Власюка-старшего Поддерживает и продолжает дело отца его сын Николай Власюк-младший, главный архитектор Бреста В 2006 году был разработан проект зон охраны А в 2012-м выполнена проектная концепция регенерации исторического центра Бреста Предусматривающая возрождение ансамбля Бернардинского монастыря и Бернардинской площади В июле нынешнего года Министерство культуры поддержало предложение Брестского грузполкома О необходимости проведения детального обследования, технического состояния, историко-культурной ценности и дело пошло Что сегодня делается? Значит, было много разных вариантов Были варианты и по восстановлению внешнего облика И здесь предлагали раньше даже ЗАГС сделать Или там факультет архитектурный, факультет как учебное заведение Но если смотреть более реально на жизнь То сегодня ведутся обследования, проектирования для консервации данного монастыря То есть задача номер один это его почистить, законсервировать, чтобы он дальше не разрушался, чтобы объект сохранился в таком же виде Дальше шаг два, это разработать благоустройство прилегающей территории Сделать здесь регулярный портер эпохи барокко Что-то наподобие, как мы знаем, было в Лувре, Версаль, значит, вот примерно того же времени С монастырским садом Монастырский сад, монахи, которые здесь были, они ухаживали за огородами, за лекарственными травами Здесь мог бы такой небольшой парк, парковая зона Память о Бернардинском монастыре должна сохраниться Руины от некогда прекрасного архитектурного комплекса будут законсервированы А потому ответ на вопрос, где поставить знак припинания, очевиден Спасти нельзя, сохранить Правда, окончательное решение о консервации исторического объекта примут после подготовки отчета о детальном обследовании технического состояния здания Финансы на консервацию, возможно, выделят из республиканского бюджета в 2021 году Сегодня есть такие инициативы в городе Ребята вместе с архитекторами сделали, программисты сделали версии дополненной реальности Когда одеваешь 3D-очки и можешь ходить и наблюдать, как выглядело здание Это здание, другое здание Вообще гулять по средневековому Бресту 17-18 века Мне кажется, как образовательный проект, как туристический проект Это может быть очень интересным и с такой перспективой интересной Память противостоит уничтожающей силе времени Память – преодоление времени, преодоление пространства Эти слова российского филолога, культуролога, искусствоведа Дмитрия Лихачева резюмируют все вышесказанное Вы смотрите программу «Итоги недели» Мы продолжаем Архитектурное наполнение города – одна из основ его туристического потенциала От того, насколько разнообразным и смелым оно будет, зависит то, как населенный пункт будут позиционировать представители других стран А это, в свою очередь, влияет и на экономическое развитие На текущей неделе Брест принимал финальный этап международного конкурса проектов Archeducation International Student Contest 2020 Особенность этого творческого испытания заключалась в том, что его участники Студенты архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Предложили проекты по развитию перспективных площадок нашего областного центра Какие идеи не остались незамеченными и есть ли у них перспектива быть реализованными в городе над Бугом Об этом мы не только расскажем прямо сейчас 12 проектов стали финалистами конкурса Archeducation International Student Contest 2020 Каждая из представленных студентами концепции имела четкое описание и полное техническое задание Со сроками исполнения и нюансами возведения Идея провести финальный этап именно в Бресте не случайно Молодым людям было важно в первую очередь Мнение авторитетных специалистов, знающих тонкости работы на местности изнутри Стоит отметить, что не находясь в нашем городе ни разу Начинающие архитекторы отлично изучили исходные данные Законодательные и юридические аспекты Которые влияют на возможность реализации довольно смелых задумок Свежие идеи и мысли в сочетании с продуманностью и аргументированностью Члены жюри оценили высоко Мы видим какие-то интересные идеи, которые предлагают сегодняшние студенты, молодые люди То есть нельзя конечно к таким проектам относиться, как уже к каким-то инвестпредложениям Это скорее такая ярмарка идей А вот что могло бы быть там еще в городе интересного Или в каком-то другом углом посмотреть вообще на город И в общем-то довольно интересные предлагаются идеи, мысли В общем-то мы привыкли понимать, видеть город вот изнутри по-своему А вот этот взгляд со стороны, причем взгляд молодых людей очень интересен И ну очень много интересных новых идей, которые можно обсуждать Конечно говорить о том, что эти разработки являются полноценными инвестпроектами Арана Это скорее площадка обмена идеями и предложениями Свежий взгляд на давно знакомые уголки Бреста Молодые архитекторы постарались взять во внимание самые перспективные площадки Сегодня площадка Интендантского сада является одной из тех зон, которая действительно нуждается в благоустройстве С учетом сохранения максимального количества зеленых насаждений и непосредственно рекреационной функции Не раз здесь проходили субботники, которые позволили благоустроить территорию Однако этого недостаточно Участники международного конкурса предложили свое видение этого проекта с учетом современных тенденций Интендантский сад «Госпитальный сквер» пока же эта территория не получила конкретного варианта своего будущего названия и образа Однако развитие площадки находится на особым контроле у представителей городской администрации На выходе здесь должна получиться зеленая зона в черте городской застройки Территория для рекреации и отдыха И вариантов использования этого небольшого насаждения может быть много Проект по развитию территории получился весьма интересным Возможно, какие-то его структурные элементы станут впоследствии частью архитектурно-ландшафтной концепции Как и многие другие проектные решения Ребятами была проведена колоссальная работа по изучению нашего опыта, строительства и проанализированной территории Ребята, которые проектировали площадку Брестской крепости, даже изучали историю города На протяжении целого месяца изучали весь тот пласт, 5 слоев исторических, которые город пережил за всю свою историю И, конечно, был проведен серьезный предпроектный анализ На основании которого мы просто разработали очереди строительства То есть это не проекты, рассчитанные на 3-5 лет Это очереди, какие-то из них можно выполнять уже сегодня городом Но какие-то запланированные в рамках государственно-частного партнерства Или в рамках инвестиционной политики 5 актуальных площадок и 12 креативных решений по их перспективному развитию В приоритете у конкурсантов территории набережной и ТЭЦ Госпитальный остров, участок на слиянии рек Муховец и Бук Озера Больша и Малая Соя Общение и защита проектов проходило в формате зум-конференции Поэтому диалог получился более живым и открытым Проект этот социальный и не имеет в своей основе каких-то финансовых вложений Это скорее возможность для обоюдного развития Которая сегодня так необходима Это нормальная практика, когда сбор исходных данных получается виртуально И в общем-то идет проектирование на расстоянии Поэтому достаточно, я считаю, исходные данные у них были полноценные Другое дело, что именно нестандартные решения И в общем-то ребята сейчас как раз на такой стадии, когда они анализируют, встречают вообще мировой опыт проектирования строительства И очень смелые предложения, которые здесь озвучены Ну, очень интересно их обсудить и рассмотреть Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Александр Макаревич Специально для программы Итоги недели Говорим о важном и актуальном И следующий материал выпуска для тех, кто еще сомневается в том, что интернет-мошенники существуют Существуют и уже как массовое явление Добрались и до банковских карт Каждый второй брещанин может рассказать свою историю о том, как у него пытались или даже похитили деньги Излюбленная площадкой для действий аферистов, к сожалению, стал такой полезный интернет-ресурс, как куфор Желая продать или купить что-то на этом сайте, белорусы часто по своей доверчивости Сами сообщают мошенникам личные данные, а после обнаруживают, что деньги из карточки испарились Бесследно исчезли Также участились случаи телефонных звонков, когда аферисты представляются сотрудниками банка Несмотря на предупреждения, в средствах массовой информации статистика подобных преступлений не уменьшается Белорусы весьма доверчивы О простых правилах, которые помогут оградить от неправомерных действий, расскажет Людмила Логодич Банки, пластиковые карточки, банкоматы, интернет, мобильный телефон Без этих привычных атрибутов современный горожанин уже не представляет своей жизни Расчеты за многие услуги мы производим через интернет-приложения и сайты Покупаем, продаем тоже через них Банковская карточка заменила многие привычные формы расчета Возможности использования пластика постоянно расширяются И вместе с тем растет количество методов получения доступа к закрытой информации То есть возможности мошенников также возросли в разы Аферисты – люди продвинутые Позвонили по вайберу зарубежного номера Ну как-то просто был немножко занят, как бы мотался И вообще просто не в голове было, что это может случиться Потом только уже к концу разговора до меня дошло, но уже было поздно А вас не смутило, что номер зарубежный? Ну я же говорю, мотался по городу за рулем, плюс как бы ну немножко замотанный был по работе Поэтому ну вот просто вот в голову не пришло и все Меня попросили сообщить номер карты и код с обратной стороны И вы сообщили эти данные? Да, да, да И что после этого произошло? Ну произошли вот две транзакции, согласно которых как бы мне снова пришли с ОВС, якобы от Беларусьбанка Как бы и все, я сразу проверил, когда положил трубку, проверил баланс карточки, как бы денег там не оказалось Скажите, удалось вернуть деньги? Нет, я сразу обратился в банк, они сказали, все это бесполезно Можете написать, конечно, заявление в милицию, но еще, говорит, никого не находили Поэтому я просто не стал Да, аферисты становятся все более изощренными, а количество методов получения доступа к личной информации, основанных на особенностях психологии людей, постоянно растет Данный факт подчеркивают и на нем акцентируют сотрудники Бресской городской прокуратуры В настоящее время в обществе широкое распространение получили хищения, совершаемые с использованием компьютерной техники, а также введением в компьютерные системы ложной информации об использовании данных законными владельцами Данные хищения в первую очередь влекут за собой потерю денежных средств с банковских счетов, карточных счетов, которые обеспечиваются с использованием банковской платежной карточки Злоумышленник может позвонить по телефону, при этом назвать полные анкетные данные лица, которым осуществляется телефонный звонок В ходе телефонного разговора злоумышленник может представляться работником банка, может предлагать участие в рекламных акциях банка Все это осуществляется с целью того, чтобы получить от лица, с которым осуществляется телефонное соединение реквизитов банковской платежной карточки Поразительно, но многие люди поддаются на уловки аферистов, и это несмотря на многочисленные предостережения, звучащие из всех СМИ-источников Кому-то звонят якобы из банка с просьбой по разным причинам назвать номер карточки, а другие хотят что-то продать или купить на таком известном ресурсе, как куфор Я выложила объявление, платье, и мне сразу начали писать, какой размер, в каком состоянии, и все так прям на самом деле, как будто человек интересуется этим И все, ну тут сразу же почтой куфора давайте, доставкой куфора, доставкой европочты, но доставка, это значит, мне надо дать свои карточки данные и вот этот трехзначный код Ну и все, я естественно, когда трехзначный код, это уже сразу понятно, что обман Мы уже все в курсе, когда данные карточки требуют, это уже ясно, понятно, что мошенники Мошенников много, однако каждый из нас сможет их распознать по вполне очевидным приметам Во-первых, если вы разместили предложение на сайте куфор, мошенник, скорее всего, попытается вести переписку через вайбер или ватсап И именно там сбросит ссылку, которая не будет иметь никакого отношения к самому куфору Ни в коем случае не переходите по ней и не вводите никакие данные Во-вторых, не передавайте данные своей платежной карточки третьим лицам, особенно защитный код на оборотной стороне Усиленно распространяется новый вид хищения, который связан с использованием информации, размещаемой на интернет-сайте продаж куфор Лицо, размещающее объявление о продаже товара на сайте куфор, в последующем вступает в электронную переписку В ходе которой предлагается произвести незамедлительную оплату за приобретение товара в той сумме, которую предлагает продавец В ходе данной электронной переписки покупателям предлагается предоставить продавцу реквизиты банковской платежной карточки А оплата осуществляется последующим, якобы, переводом денежных средств на банковский счет продавца При получении согласия и предоставлении реквизита банковской платежной карточки лицу, которая в данном случае действует как немый покупатель Зачастую продавец не получает ни оплаты за свой товар, а также лишается денежных средств, которые находились на банковском счете в настоящее время Обезопасить себя от мошенничества можно и нужно, соблюдая при этом простые правила и проявляя разумную бдительность И у каждого есть для этого свои методы Я думаю, надо одной картой иметь одну карту для зарплаты, а другой картой рассчитываться в интернете, которая менее секьюрная, например Есть какая-то такая правила интернет-гигиены, что ли, если можно его назвать Ну, не высылать свои данные третьим лицам, не передавать карточку в руки, расплачиваться самостоятельно Ну, как-то так Да, действительно, определенные правила интернет-гигиены существуют, как существует и личная бдительность, осторожность и предусмотрительность Казалось бы, сегодня век цифровой информации всем и каждому должны быть известны самые изощренные методы финансовых мошенников Однако Брестская прокуратура еженедельно начинает расследовать как минимум два факта по заявлениям от потерпевших Сколько еще будут процветать финансовые аферисты, а деньги исчезать с банковских карточек? Ответ прост, ровно до тех пор, пока каждый из нас не научится взвешивать любое действие, связанное с личными сбережениями Критически мыслить и оценивать возможные последствия своих поступков Людмила Логодича, Александр Воронин, Александр Макаревич для программы «Итоги недели» 2020 год богат на красивые юбилейные даты Жаль, что отмечать знаменательные события приходится в достаточно ограниченном формате Однако это нисколько не сказывается на праздничном настрое виновников торжества До текущей недели в областном центре состоялись мероприятия, посвященные 80-летию Брестской областной библиотеки имени Горького Во-первых, в учреждении прошла презентация монографии о Брестской библии А во-вторых, теперь здесь открыт отдел редкой книги Самые эксклюзивные экспонаты были представлены публике в праздничный день Чем сегодня живет главная библиотека Брестской области И какие интересные проекты нас ждут впереди Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее 80-летний юбилей Брестская областная библиотека имени Горького Встретила в кругу своих самых преданных друзей Партнеров, активных читателей, представителей научного сообщества Которые особенно ценят эту площадку за то, что здесь всегда собираются заинтересованные и увлеченные люди Презентация монографии заместителя директора Национальной библиотеки Беларуси Александра Суши О сенсовании шедевра «Брестская библия» стала частью юбилейного мероприятия О главном литературном шедевре региона и страны О его значении и важности для историко-культурного пространства Темы для разговора интересные и открытые Такие помники, как «Брестская библия» потребуют вельми широкого охопу и огляду Их треба оглядець и как напомник мастатства Отповедно, мастатство-знавчий анализ Их треба анализовать как полник мовной традиции, мовы Бо мы маем справу с перекладом библии Конечно, мы маем справу с религиейными аспектами То есть треба быть богословами, религиейный аспект проанализовать, описать, включить Гисторичный контекст, то есть треба быть гисториком На каким фоне, в какой час, при каких подставах возникла эта книга Треба анализовать так само самые разные книгознавчие моменты Какие арки шоу, какая папера, какие водяные знаки Какие кустоды, калафоны и другие страшные слова, которые широкой аудитории тяжко навык вспоминать Книжные помники – это универсальные изъявы И Берастейская библия – это один из ярчайших прикладов книжной культуры Беларуси Один из самых складанных К слову, библиотека имени Горького является одним из трех учреждений страны Где можно увидеть страницы настоящей Брестской библии 1563 года Жемчужина фонда – теперь центральный экспонат нового для учреждения отдела Отдела редкой книги, открытие которого состоялось в день рождения библиотеки Поздравить коллектив с этим важным событием пришли представители вертикали власти и руководство региона Мне приятно отметить, что наша областная библиотека – это флагман библиотечной науки в нашей области И это то место, куда не только можно прийти, взять нужный тебе материал, книгу, ознакомиться, прочитать, подготовиться к чему-либо Но это то место, где не на словах, а на деле хранят историю, хранят культуру И мы искренне благодарны, я уже, наверное, обещал, говорю, что вот такие мероприятия, другие, целый ряд мероприятий Они как раз подчеркивают то, что мы должны помнить, знать, где мы живем, помнить, знать нашу историю Будем знать историю, будет будущее и настоящее Большая коллекция уникальных книг теперь доступна для обозрения публики Экспозиция будет работать на постоянной основе, а ознакомиться с ней можно совершенно бесплатно Такой увлекательный вернисаж приятно удивит и ребенка, и взрослого Будем проводить многочисленные экскурсии для различных читательских групп Будем знакомить наших гостей, наших читателей с редкими, ценными, уникальными изданиями, которые хранятся в фонде нашей библиотеки Кроме того, мы планируем, что со временем мы будем приобретать новые какие-то уникальные издания, новые раритеты И будем пополнять, дополнять, видоизменять нашу экспозицию На протяжении всей истории существования областная библиотека имени Горького являлась и остается пространством культуры Центром книги и чтения, проводником в мир новых знаний Традиции книжной культуры поддерживают многочисленные встречи с авторами Презентации новых изданий, литературные вечера, конкурсы и фестивали Семинары, круглые столы, видеоконференции республиканского и международного масштаба Привлекают внимание и заинтересованных специалистов и широкой аудитории Активно развиваются собственные электронные ресурсы, интернет-проекты, что позволяет налаживать диалог с представителями всех поколений Библиотека очень активно встраивается в современный формат существования Наряду с печатными изданиями мы предлагаем своим пользователям и электронные библиотечные ресурсы Сегодня пользователями библиотеки являются более 48 тысяч читателей Треть из которых получают информацию именно с помощью электронных информационных ресурсов Книговыдача ежегодно составляет более 600 тысяч экземпляров документов В век электронных гаджетов по-прежнему часто шелестят бумажные страницы в читальных залах В главной библиотеке региона всегда помогут с поиском информации Подбором литературы для выполнения учебных заданий Заказом отсутствующих изданий из фонда любой библиотеки страны А еще здесь знают и верят, что 80 лет это только начало Начало нового пути, на котором посетители и читатели ждет много интересного Много сделано, но я уверена, что следующие годы будут еще более интересными и плодотворными От всей души выражаю признательность всем сотрудникам областной библиотеки Сегодня это 122 человека, каждый из которых вносит свою лепту в культурную жизнь Брещины Стремится сделать областную библиотеку еще лучше Искренние слова признательности всем предыдущим директорам библиотеки и ветеранам нашим За то, что они заложили мощный фундамент нашей сегодняшней деятельности В школах Бреста есть множество профильных классов с различной направленностью и на любой вкус Математические, таможенные, с правовым уклоном или углубленным изучением иностранного языка В третьем В-классе средней школы номер 19 обучаются хоккеисты Утром они изучают общеобразовательные предметы, а после уроков отправляются на тренировку Где на льду из-за обычных мальчишек, взяв в руки клюшку и надев специальную экипировку Они превращаются в настоящих спортсменов Далеко не все из этих ребят станут надеждой белорусского хоккея Однако сейчас все они в равных условиях и каждый из них имеет шанс на блестящее спортивное будущее Что дает этим мальчишкам спорт и есть ли специальные методики для взращивания звезд хоккея Ответы на эти вопросы искала и, надеюсь, нашла Людмила Логодич Обычный урок математики, дети внимательно слушают учителя, старательно тянут руку и отвечают Еще утром мальчики третьего В-класса средней школы номер 19 ничем не отличались от других детей этой и других школ Разве что на лацкане пиджака, эмблема Брестского хоккейного клуба Что это у тебя за значок такой? А, это значок хоккабреста А тебе нравится заниматься хоккеем? Нравится А иногда при перерыве я играю с папой в настольный теннис Мы с папой узнали, что есть такой класс, где учатся парни-хоккеисты Сначала у нас идет школьный день Мы после всех уроков кушаем, потом нас забирает тренер Мы идем по улице в Ледовый, переодеваемся и идем на лед Мысль объединить в одном классе игроков хоккейной команды пришла одному из родителей И эту идею поддержала директор школы Жанна Веренич Мы хотим, чтобы дети, которые занимаются спортом, они могли не только командно играть Но они должны дружить, уметь дружить, они должны учиться И когда дети хоккеисты в одном классе собраны, тогда проще детям и в учебе Потому что они вместе идут на тренировки У них учитель знает, где у них соревнования, они пропускают какие-то отдельные темы То есть есть возможность доработать, проработать на стимулирующих, поддерживающих Поэтому мы решили проэкспериментировать и организовать такой класс Я очень надеюсь, что это будет удачный такой эксперимент На входе в Ледовый дворец есть несколько трофейных экспонатов Включая клюшку трехкратного олимпийского чемпиона и лучшего хоккейного голкипера 20-го столетия Владислава Третьяка Кто знает, может и среди этих ребят есть будущая гордость белорусского хоккея А пока они старательно выполняют все требования тренера Его слово – закон, ведь именно он несет ответственность за каждого игрока команды Я несу полную ответственность за этих детей, поскольку потом в будущем при передаче будет спрашиваться Кто тренер, кто тренировал, кто так научил и в таком формате Именно поэтому очень важно сейчас правильно их обучить, чтобы потом не было ко мне вопросов Если у ребенка хорошие природные данные, физические качества, то ему легче будет обучиться тому или иному элементу В отличие от того ребенку, у которого этих данных нет Но путем тяжелой работы можно и реально достичь тоже высоких результатов Шлем, коньки, щитки, налокотники и краги – это далеко не полный список экипировки игрока хоккейной команды На вид выглядит внушительно На деле все из легких материалов, которые не сковывают движения во время игры Зато защищают ребенка в травмоопасных ситуациях Что важно – это шлем и нагрудник на коленнике А ритуза и майка – это отдельное, чтобы не видеть все остальное, что на себе На льду она не чувствуется, но она немного чувствуется, но когда ты едешь, она тебе не мешает разгоняться Хорошее катание, техника и игровое мышление – вот главная составляющая успешного игрока в хоккей Но самое главное – это характер Без воли к победе и стремления преодолеть себя ничего не получится Как ты считаешь, какие качества важны для хоккея? Скорость, отвага, владение клюшкой и юмор Я получаю удовольствие, но это все считается моя жизнь, потому что я уже занимаюсь 4 года Родители – самые горячие фанаты хоккея Они не пропускают тренировок и очень довольны, их старания не пропали напрасно Мой ребенок играет как в защите, так и в нападении Как бы универсальный со слов тренера игрок Но в принципе я доволен, что происходит Дети стараются, тренера стараются Руководство идет на уступки, где-то что-то помогают, если надо В хорошем результате заинтересованы и родители, и тренер Цель номер один сейчас – уверенно держаться на льду и мастерски владеть клюшкой Также важно научиться атаковать и держать отпор Этим ребятам предстоит еще долгий путь, чтобы достичь первых результатов на льду Однако уже сейчас понятно, что приоритеты расставлены правильно Они научились совмещать учебу и тренировки, выбрали спорт и здоровый образ жизни Главное – не сходить с верного пути, и первые победы не заставят себя ждать Сейчас мы учим детей на данном этапе обучить технике катания Технике владения клюшкой и шайбой и тактическим взаимодействием Чтобы потом они переходили на взрослый уровень и уже умели все делать Дисциплина и желание – самое главное Потому что дисциплина позволяет внимательно слушать тренера И выполнять все задачи очень четко и правильно А желание – это то, что мотивирует ребенка все время и постоянно заниматься Необходимо очень много работать и усердно трудиться на тренировках Оттачивая каждое движение до автоматизма Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич для программы «Итоги недели» Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события Какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит Мы встретимся снова уже на грядущей неделе Будут новые темы и новые герои А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам Звоните на номер в Бресте 54-63-67 Далее о погоде Партнер прогноза – гомеопатический лекарственный препарат инфлюцид Применяется в комплексном лечении гриппа и острых респираторных заболеваний Инфлюцид содержит шесть активных компонентов Для лечения острых лихорадочных простудных заболеваний Верхних дыхательных путей и гриппа Инфлюцид способствует быстрому выздоровлению Устранению общей слабости Снижению температуры тела Устранению насморка Для взрослых и детей с одного года ОРЗ – простуда Грипп помогает инфлюцид Я Виталий Матюшин Желаю вам хорошего завершения дня Вместе с каналом БУК ТВ Добрых вам новостей в ваших домах И будьте здоровы ОРЗ – простуда Гриппа Инфлюцид – оригинальный лекарственный препарат из Германии Применяемый в комплексном лечении гриппа И острых респираторных заболеваний ОРЗ – простуда Грипп помогает инфлюцид